Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня вторник, 2 февраля. В этот день Святая Церковь предлагает для нашего назидания отрывок Евангелия от Марка, глава 10, стихи со 2 по 12. По традиции, отец Александр прочитает этот отрывок на церковно-славянском языке. Во время он, приступальше фарисеево, просиша Иисуса, «А щедостойту мужу жену пустите, искушающий Его». Он же, отвечав речей им, «Что вам за поведа, Моисей?» «По ниже реша, Моисей повели книгу распустную написать и пустите». И, отвечав Иисус речей им, «Блажистосердие вашему написавам заповедь сию. От начала же создания мужа и жену сотворил я есть Бог. Сего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будет оба в плоть единую. Тем же уже не ста два, но плоть едина. Ежа у Бога сочета, человек да не разлучает. И в дому паки ученицы Его, сема просиша Его, и глагол оши им. Ежащи пустит жену свою, и оженится иною, прелюбитворит на ню. Ежащи жена пустит мужа, и посягнется иного, прелюбитворит. Предлагаю, дорогие братья и сестры, прочитать этот евангельский отрывок в русском синодальном переводе. Подошли фарисеи и спросили, искушая Его, позволительно ли разводиться мужу с женою? Он сказал им в ответ, что заповедал вам Моисей? Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, По жестокосердию вашему Он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. В доме ученики Его опять спросили Его о том же. Он сказал им, Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Каждый раз, когда фарисеи приступали к Иисусу Христу с каким-либо вопросом, они делали это не для того, чтобы научиться от Него, но чтобы искусить Его. Не скажет ли Он чего-нибудь противного закону, дабы можно было обвинить Его? Так и в этот раз. Спросили, искушая Его, позволительно ли разводиться мужу с женою. Об этом был спор среди фарисеев и народа. Теоретически идеал иудейского брака не имел равного в тогдашнем мире. Но практика была совсем иной. По иудейскому закону у женщины не было никаких прав, и она находилась в полной власти мужа, главы семьи. Мужчина мог развестись со своей женой почти на любом основании. Женщина же могла потребовать развод лишь по нескольким причинам. Фарисеи утверждали, что Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Действительно, по закону Моисея позволялось дать жене разводное письмо, если после брака она не найдет благоволения в глазах мужа, потому что он находит в ней что-нибудь противное, как указано в книге «Второзаконие». А что должна была значить эта фраза? В толковании этого предмета существовало два направления. Одни, следуя учению раввина Гелела, говорили, что разводиться можно по всякой причине. Другие, по учению раввина Шамайи, утверждали, что развод допустим только по причине прелюбодеяния. Потому фарисеи и ожидали, какое мнение выскажет Иисус Христос, чтобы возбудить против Него сторонников противоположного мнения. Господь ответил, «По жестокосердию вашему Он написал вам сию заповедь». Борис Ильич Гладков толкует эти слова следующим образом. «Моисей знал свой жестокосердный народ. Он понимал, что запрещение отпускать жену, потерявшую благоволение мужа, вынудило бы евреев прибегать к другому средству избавляться от нелюбимых жен – женоубийств. Поэтому он снисходительно смотрел на укоренившийся обычай и, не узаконивая развод вообще, ограничился лишь воспрещением вторично брать отпущенную жену, уже оскверненную другим. Моисей позволил развод лишь по жестокосердию, вследствие того, что мужья мучили и истязали нелюбимых жен, то есть допустил меньшее зло, дабы избежать большего. Христос же восстанавливает первоначальный закон брака, утверждая его нерасторжимость. Не делая никакого намека на различие мнения раввинов, Господь указывает на образ творения Богом мужа и жены и, раскрывая тем самым истинный смысл брака как богоустановленного учреждения, премудро разрешает искусительный вопрос. Спаситель подразумевает, что брак по самой своей природе является нерушимым институтом, столь крепко соединяющим двух людей, что этот союз не может быть разрушен никакими человеческими законами и постановлениями. Он был убежден в том, что так уж заложено в строении всей Вселенной, что брак предполагает абсолютное постоянство и единство. Архиепископ Аверкий Таушев отмечает, «Бог сотворил одного мужчину и одну женщину. Следовательно, в намерении Творца было, чтобы мужчина имел лишь одну жену и не оставлял бы ее. Эта связь супружеская ближе и теснее, чем кровная связь сына с отцом и матерью, которых он оставляет ради жены. Два человека становятся как один по мыслям, чувствам, намерениям, действиям, они должны быть одним существом. А если они так соединены по первоначальному, божественному установлению, то и не должны разлучаться». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о том, что настоящей основой брака является любовь, преодолевающая гордость. Отсюда и складывается идеал брака, как идеал отношений, в основе которых лежит смирение друг перед другом и понимание другого человека, потому что только любовь способна понять и принять. И только с помощью такой любви человек может преобразиться в божественном свете. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok